Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Начинается наше личное утро. Актер Максим Бусил в студии. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Максим, вот театр имени Чехова, которые сейчас, я понимаю, что огромное, во-первых, спасибо, что пришли в студию, потому что мы знаем, что вчера очень поздно закончились репетиции. Буквально сегодня уже последние, я понимаю, прогоны. Да, штрихи. Новые работы. Может быть, с нее как раз и начнем несколько слов о новой роли, о новом спектакле, который... Я понимаю, что все-таки все знают, там, «Легенда о пианисте», «Два джентльмена из Вероны», «Моя прекрасная леди». Чем отличие, что новое? Вот Владислав Наставшев все-таки очень такой необычный режиссер со своим взглядом, нам тоже театр «Намир». Вот что это будет? Вот пять песен по памяти. Премьера, которая состоится 1 февраля. Да, премьера уже завтра. И да, это правда, что Влад не самый, скажем так, привычный режиссер, хотя мне уже посчастливилось быть в его постановке «Медея», с которой мы в феврале поедем в Резекно. Ну, постановка хороша и нова для нашего театра, как минимум, тем, что это современная пьеса. Это пьеса текстовой группы «Орбита», и много... Я даже когда-то тоже мне посчастливилось участвовать в читке группы «Орбита», это было в Dirty Deal театре. Я тогда уже понял, это было лет 6 назад даже, когда я только выпустился. Я тогда уже понял, что во-во-во, вот это современная драматургия, что мы изучали, и в нашем театре такого мало. И в таком проявлении, как здесь это будет, то есть современное, ну, максимально современное прочтение. Ну, опять же, каждый для себя понимает, что такое современное. Ну, то есть нет никакой классики, никакого консерватизма, очень много символики. И вот потому, как я уже говорил, много репетиций. Порой уходит на то, что мы ищем этот тонкий лёд, этот второй план, а даже третий, четвёртый, чтобы это даже не было привычным ходом. Потому Влад порой тратит время, ну, в хорошем смысле этого слова, тратит время на то, чтобы найти интересную подачу. Вот мы репетируем, он говорит, ну, это неинтересно, или это не работает. И потому порой, да, у нас уходят часы, казалось бы, на один кусочек, но этот кусочек того стоит, чтобы действительно в этом был не вот такой смысл. Топорный. Да, не топорный смысл, а чтобы в этом, за этим что-то стояло. Но актёры в данном случае как пластилин у режиссёра. Или всё-таки могут не согласиться, если, например, режиссёр предлагает что-то, что им кажется неуместным, может быть. Нет, ну, слава богу, диалог есть. И это очень важно, что между актёрами и режиссёром есть диалог. Можете предложить что-то там. Да-да-да-да-да-да, и как бы, слава богу, что мы, Влад поставил изначально уже такую позицию, что мы вся, ну, в диалоге мы общаемся. И это приятно, и потому мы всё время очень много пробуем. Потому что мы перепробовали очень множество способов существований. И вот сейчас уже на последних прогонах начинаем всё это склеивать. И в данном случае, говоря обо мне, у меня самая маленькая роль, но в то же время самая, ну, мне она очень нравится. Я по сюжету музыкант, и я исполняю пять песен по памяти. Пою их. И, ну да, мне этот способ, опять же, способ существования в песне, в музыке мне уже, конечно же, знаком. Но я очень рад, что, наконец, всё равно это новое, потому что это песни там не классические, не эстрадные, а они современные в том смысле, что вот они максимально вот только что написанные. И вот, например, не как вот был Артур Смаскотц, это современный классик, там тоже посчастливилось, когда был спектакль благословения и любви, что песни были написаны вот специально под тебя. Или там у Раймонда Паулса в его стиле были написаны в приведении с Кентри Вилли тоже там под твою тональность. А здесь здорово, что это новый стиль, он вот, как его современно правильно назвать, такой, то, что вот как вот у Владислава тоже было в Стрицкой Вилли в конце лета с Любенниковым, вот в таком стиле электропоп, но здесь вот что-то между всем этим. И потому, опять же, всё равно это новое, новые стихи и не самые привычные, вот только я, опять же, повторяюсь, но хочется просто сказать завуалированно, чтобы не всё раскрыть зрителю, чтобы всё-таки он пришёл. Но вы ведь пианист и дирижёр. Да, по музыкальному образованию, да. И каратист. Ну, кстати, в детстве меня отец футболист мой отдавал ненадолго, в тэквондо, да, ненадолго. Ну, а это всё-таки, конечно, помогает наверняка в вашей профессии актёрской сейчас. Да, что здорово, я хотел тоже сказать, что у нас по замыслу в этом спектакле ещё хор. И когда Влад дал музыкальному руководителю Лилии Могилевской, которая тоже на сцене, то есть это её будет, скажем так, дебют как актрисы. Я певец, она аккомпанирует в течение всего спектакля. И когда Влад ей дал задание, что должен быть хор, она сразу озадачилась, боже мой, хор, это найти хор, который будет репетировать, выступать. И я сразу говорю, я предложу, потому что я... Вы пели в православном хоре. Да, лет 10 отпела в хоре русской, да, православной музыки. И именно там же Оксана Николаевна Черкасова, мой педагог по хору и дирижированию, была в музыкальной школе. И вот теперь мне как-то так безумно приятно. Старые связи пригодились. Да, старые связи. И теперь мне безумно приятно, что все репетиции, мы с ними видимся. Вот Оксана Николаевна и Татьяна Зорина, она концертмейстер. И они со своим младшим хором, скажем так, я солирую, а они со мной, как мои крылья, меня поддерживают сзади и поют. Мы с интерьера рассказывали о том, что вы, в принципе, по голосу, по вашему диапазону, вы лирический баритон, но вам всегда приходилось петь в тенорах, петь в партию тенора, исполнять. Да, точно верно, спасибо. Это верно сказано, так оно и было в хоре. А потому что всегда дефицит с тенорами. И да, я вообще не тенор, хотя когда хорошо распеваюсь, в хорошем духе, мой педагог по вокалу говорит, ну ты почти тенор, слушай уже. Я такой, я часто уже это слышу, но я не тенор. Но опять же, поскольку много приходится петь, я уже в последний месяц шутил и в то же время немножко так насторожился, что так, я какой-то артист музыкального театра. Новогодний же, да, да, как раз был. Было 15 подряд марафона этого рождественского концерта, который успешно прошел, так что прям надо было еще больше ставить. Но, правда, в то же время это на вокальная нагрузка такая крутая. Мне, наоборот, нравится все время себе же вызов давать, потому что там от каких-то песен до лирических. И потом сразу у нас и прекрасные леди, и приведение из Кентревелли. Я думаю, боже мой, одни музыкальные спектакли. Все время пою да пою. Что это напрягло немножечко. Но если провести параллель вот здесь с музыкой, актерской профессией, все-таки, если, например, актер внутри Гамлета, ему всегда приходится быть Дон Джоаном. В этом смысле это можно? Ну, вот баритон и тенор, Гамлет и Дон Джоан. Я в этом смысле. Что может ли это как-то сломать? Когда тебе приходится быть, ну, петь в более высоком диапазоне всегда. А, в этом смысле, да. Изначально внутри баритон. Да, 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 да. Такое есть. Когда поначалу... Ну, главное, вот главное, и это вообще распространяется на всю профессию, не бояться. Главное пробовать и кидать. И, ну, и как бы не так, чтобы просто безмозгло. Конечно, так аккуратно. Вот мой подход всегда такой, что максимально... Ну, я так аккуратно пристраиваюсь, пристраиваюсь, ага, нащупываю и начинаю туда, как бы, вдыхать жизнь. И поэтому, когда, да, вот новые, непривычные, так же, как и у Влада, я пою в стилистике манера наставшего, стараюсь, опять же. А это какая манера? Вот что это требует? Вот, опять же, все песни его послушают, он очень много использует фальцет. Да, да, да. И гмедеи тоже, да. Все такие ноты высокие, вот эти такие тонкие, аккуратные. И я стараюсь, да, совместить это, чтобы как бы не уходить от себя, потому что все-таки на сцене я. И чтобы максимально свою природу использовать, но и при том приближаться к его вот этому... Его стилю, который он уже создал себе. Потому что, когда мы слышим такое вот исполнение, сразу понятно, что это Влад. И да, это, конечно, скажем так, это интересно, это возможно, я это вроде бы могу, но в то же время вопрос в другом, что там, когда у репетиции утро-вечер, утро-вечер, конечно же, ничто не вечно под луной, голос устает, и тут надо находить способы. Ну, и развивать профессионализм, чтобы ты был все время, как бы, когда надо спел, когда надо сказал. Нет искушения больше уйти, может быть, в сторону музыки? Потому что я знаю, что и вот клип на Луне снимали там. Да, и группа. Да, то есть это группа, да. Насколько вот эта часть привлекает? Ну, часть это очень привлекает. Ну, я даже уже не скрывая говорил, если вдруг, не знаю, мне, конечно, предложат какой-то там, не знаю, мега-контракт какой-то там с музыкальной студией, записывающей, звукозаписывающей, чтобы там я выпустил, не знаю, альбом, и я буду только за, потому что, мне кажется, ну, это все в сфере творчества. Как я недавно сказал там одному продюсеру, который был на моем концерте, недавно я сделал концерт в честь своего дня рождения, и он говорит, ну, так шутят, ну, ты прям продюсер, я говорю, не-не, я певец, ну, ты продюсер, я говорю, не, ну, я актер и певец, но это не мешает одно другому, ты еще и продюсер, потому что, типа, я собрал вот большой концерт с певицами, и я сам действительно рад и горд, что все это получилось, хотя это было безумно сложно, но к тому, что все это совместить все-таки можно, тому яркий пример, много таких вот тот же наставшев, даже директор нашего театра Дана Бьерк, потому что удивляешься, как эти люди могут все совмещать, но главное желание, и что это все профессии, они одна за другую немножко цепляются. И Дана Бьерк, кстати, играет в этом спектакле. Дана Бьерк, да, она у нее представитель яркий образ ведущей, и она, потому что действия происходят, исходит как бы юбилей, начинается юбилей, и, ну, на каждом юбилей вот есть музыканты, и есть ведущая, и Дана очень яркая, эпатажная ведущая, и смешная, да. Не хочется говорить большего, опять же, просто приходите и смотрите. Каково играть с директором театра-то на одной сцене? У меня уже не первый раз, у меня первая встреча с директором на сцене у меня была в Короле Лире, где она играла Ганна Рилью, а я Освальд. И как я все время шутил, вот опять получаю пощечину от директора, потому что по сюжету так, не, ну, с Даны, да интересно, наоборот только интересно, потому что, наоборот, начинаешь познавать разные грани человека, потому что в жизни приходится держать статус до директора, но также повезло, что она и коллега, и еще и до того, как она стала директором, мы дружили, ну, и дружим, и то есть, вот сколько она всего разделяет, поэтому, нет, с Даны только, наоборот, интереснее, потому что она очень разная, она хороший актер, актриса, правильнее сказать, и потому это, наоборот, только больше как бы подзадоривает, в азарт бросает. Вы сказали о своем «я», и вот интересно, что если проводить параллель с хором, то зачастую академические певцы, оперные певцы, они когда приходят в духовную музыку, например, петь в церковном хоре, им всегда говорят о том, что нужно петь со смирением, и вот, и как раз вот эта вот подача и звуковедение, она несколько отличается от сценической манеры исполнения. Это правда, да. Вот для вас в этом смысле иногда важно осознавать, ну, не то, чтобы потерять свое «я», а как бы немного его завуалировать и стать частью общего хора, такого, может быть, на сцене. Получается это? Ну, я могу сказать, ну, когда надо, получается. Я помню, наоборот, вот когда я пел все время в хоре, пел, 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 и потом уже пошел, вот, пошел в театр, поступил в театр, и, да, пришлось научиться разным и джазовой технике, и моментами роковой, эстрадной подачей, это все разное, это все работает совершенно по-другому, и из-за этого, да, сложно бывает, зато в то же время открываешь разные горизонты, а потом снова, когда попытался вернуться в хор, ну, иногда, потому что, вот, есть православные службы, вот, в Пасху и в Рождество наш хор поет на Испланаде, и у меня уже это как традиция, как бы тут не стоит вопрос веры, это для меня сложный вопрос, там, верующий, неверующий, во что-то-то каждый верит, и главное, чтобы это помогало человеку, но эта традиция, она меня все еще греет, потому что это вот как-то так закоренилось, и вот туда возвращаясь, когда я с хором пою, распеваюсь, Оксана Николаевна мне напоминает то, что она уже слышит, как у меня выработался сольный голос, как вот я уже из хора выбиваюсь, и я понимаю, да, 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 точно это правда, потому что я уже отучился, в хоре как бы очень важно слышать друг друга, да, и быть одним целым, и я как бы стал, да, я в другой стезии стал уже одним целым, это скорее в коллективе с театром, потому что театр – это исключительно коллективная работа. Вот я хотел как раз спросить, а вот не нужно ли было, наоборот, отказаться от смирения в театре, потому что, когда вот приходит молодой актер, нужно ли ему все-таки локтями... Я почему, когда читал мемуары Евгения Стеблова, он рассказывал об одном очень интересном эпизоде, когда он снимался вместе со Смоктуновским, и, ну, вот была не очень красивая сцена, когда вдруг Смоктуновский закапризничал и сказал, «Ой, давайте перенесем съемку», и тогда Стеблов устроил скандал, он сказал, «Я как, я уже вот в образе, там, Иннокентий Михайлович, если вы вот сейчас не сыграете эту сцену, я вообще откажусь от роли». И потом Смоктуновский говорит, «Ты знаешь, я тебя зауважал, вот ты проявил характер». И вот, ну, что, все-таки, нужно ли проявлять вот какой-то иногда характер? Нужно, нужно. Тебя заметили, все-таки зауважали? Ну, вот опять же, у меня... Я всегда был против этого способа, когда вот локтями, потому что есть такие люди, которые локтями, и я понимал... Ну, у меня даже есть яркий пример на кастинге, например. Я вот прихожу на кастинг, и вот был знакомый и я, и вот он, войдя на кастинг, он уже всех взглядами, речами, словами обласкал, кому-то подарил шоколадку. То есть всех, как бы, я еще так смотрел, думаю, интересно, интересно. Ну, есть тактику смотрел эту. То есть он всех, как бы, к себе расположил, и потом уже севший перед... Севший, да, ну, сел перед камерой для кастинга, и к нему уже все были, ну, открыты. То есть все уже его любили. И он прошел кастинг. То есть молодец. А я сидел, я так думаю, блин, ну, мне как-то не очень понимаю, я куда пришел. Я же пришел на кастинг, ну, пробоваться на роль. И, как бы, ну, я со всеми поздоровался, сидел спокойно, как бы, ну, мне как-то сложно вот это вот... Пытаться завоевывать. Да, да, да. Как бы, если я понимаю, как бы, что это, ну, так надо, может быть, такие правила, то, ну, ладно, окей, ну, вообще это не в моем стиле. Я и сел перед камерой, и там начал работать, ну, и, как бы, я даже видел, ну, на меня смотрели, как бы, принимали, и вроде бы все было неплохо и хорошо. Ну, меня не взяли на роль. И тут сидишь и думаешь, что надо... Та профессия, где надо уметь понимать, в какой момент, где это уместно, где неуместно. Где можно, где нельзя. В нужное время можно вместе. Да, ну, да, и много зависит от удачи, много зависит от характера. Как говорил всегда правильно мой мастер Игорь Григорьевич Коняев, что посеешь характер, пожнешь судьбу. И так оно и есть. Поэтому я понимал, есть моменты, где я... Ну, даже в последний раз на съемках в Москве... Я понимаю, что я, как бы, молодой, зеленый, и не самый, как бы, тот, кому надо, там, прислушиваться. Но в то же время, если я чувствую, что, ну, моя правда, ну, что, вот, мне надо так, и мне это надо так не из каприза, а потому что мне это поможет. Вот, там, мне нужна сейчас тишина, или вот дайте мне минуту, я выйду сейчас, там, выпью воды, вернусь. И вот иногда, да, бывает сложно перебороть характер, то, что так ты еще, там, не какая-то, там, величина, не кто-то, там, не смоктуновский, чтобы иметь право, хочу так, хочу, не хочу так. И тебя все будут слушать, потому что будут понимать, что этот человек сделает свою работу. И потому, да, иногда ломаешься между этим. Но, слава богу, приходит опыт, и просто надо уметь себе доверять, и быть в этом смелым, не подстраиваясь, как бы, под кого-то, когда дело идет о работе. Ты еще сказали о таком сиюминутности момента, сиюминутности, вот, вовремя что-то успеть, да, проявить себя, может быть, где-то. И, в принципе, и популярность, и успех, если популярность может стать успехом, она ведь тоже очень быстротечна. Да, поэтому... Есть у вас это ощущение такого, скоро мимоходящей, и что вот все это уходит, и нужно успеть зацепить, и не боитесь ли вы, что публика перестанет любить? Вы, кстати, вот интересную фразу сказали, что вот он вышел, да, тот, кто участвовал в кастинге, и его уже любят. Это очень... Да. Ведь тоже очень быстротечно, так сиюминутно. Это любовь. Да, но опять же, я считаю, вот, все зависит от тебя самого во многом, очень во многом. Успех, он, да, он как волна тебя подымает, и от тебя зависит, держишься ли ты на этом гребне, либо нет. Потому это... Я, видимо, все время стараюсь, не знаю, насколько мне это получается, но я потому и стараюсь держаться на гребне, в этом смысле, что вот, не знаю, бывает перерыва нету в театре работы. Я сразу берусь за свою группу, с которой вот я создал группу «Джентлмунд», и я сразу с ней работаю, чтобы что-то было готово. И тем самым успех... Да, его надо поддерживать. Его надо поддерживать все время вот на уровне, ну, и стараться, конечно, падать не ниже, а только выше. И от этого, в этом, опять же, есть разница между теми же артистами. Один вот там, что у него что-то выйдет, он выпустится, снимется, успешно... Успешно. Да, вспышка, и он этой вспышке радуется, смотрит на ее свет, как он гаснет, а уже все опало, и вдруг все опало, и потом понимает, ой, ой, ну и все, и надо еще, и заново надо как бы принимать новую работу, как я ее называю новую. Потому я лично стараюсь по возможности, вот если у меня что-то там поднимается, я как бы пока это поднимается, я параллельно уже начинаю другое. То есть, как бы, по своему принципу, опять же, не всегда это удается, потому что много все-таки, мы люди живые, человеческий фактор бывает, там бывает зависит театр, и все-таки служишь театру, как-никак, потому что театр, как бы, прежде всего во многих местах, ну, во многих аспектах. А также, все равно параллельно, вот я говорю, мне это же приятно, что мои друзья, близкие, коллеги, родные удивляются, боже мой, как ты это все успеваешь, потому что сейчас параллельно и репетиции у Тростенецкого, и у Наставшего, и я еще этот концерт выдал, которому очень боялся, потому что, опять же, слишком много там на себя взял, но вроде бы все это получилось, правда, безусловно, ценой чего? Ценой там личного времени, сна, потеря нескольких килограммов, которых и так как бы мало. Ну, получается, чтобы оставаться на месте, даже чтобы только оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. Не говоря уже о том, Я считаю, да, потому что терпение и труд все перетрут, в этом тоже есть правда. А московские съемки, это что, если еще, или рано слишком рассказывать? Да не, можно, вроде бы уже отсняли, все отсняли, боже мой, русский человек. Как сам себя же прощает, в Москве очень часто говорят, я не русский, я из Латвии, и мне такие, да-да-да, мне все прощают. И, ну, так получилось, что да, я снялся в двух проектах, где, которые, оба будут на телеканала НТВ, я даже этого не знал, потому что иногда бывает проект снимается, а потом его перекупают. Первый, ну да, я даже летом так, символически для себя это праздновал, потому что это был первый мой проект в Москве, прям вот такой. У меня была сначала эпизодическая роль, я сыграл, это были 60-е, я сыграл молодого продюсера Амьеры Канса, как некоторые посмеялись, что, а, Кирилл Зайцев тоже ведь играл американца, мы же однокурсник, коллега, да, но у меня был эпизод, и я еще помню, не знал всех, с кем я буду в сцене, я знал, у меня будет партнерша, Варвара Феофанова, она очень чудная партнерша, ну, даже удивлялся, я приезжал потом в Москву, мы случайно на улице встречались, думаешь, как это в Москве можно встретиться на улице, ну, и вот она героиня была, а я играл молодого Николаса Павликовского, который был безумно в нее влюблен, и я помню, на съемках еще стою, и у меня, ну, иногда зрение уже не то, прекрасное, и без очков стою, думаю, боже, как актер похож на Смоктуновского, ой, на Маковецкого. На Маковецкого, я думаю, так похож, и потом я так стою, что-то просто, хочется иногда сфотографировать, и вижу, этот актер подходит ко мне, и начинает говорить, извините, вы что сейчас фотографировали? Я так смотрю, и говорю, о боже, это и есть он. Я такой застываю, говорю, да я просто, вы меня фотографировали? Я такой, ну, я понимаю, что вообще, как бы, да, я, ну, его в кадр захватывал, но я еще не понял, что это он, и я такой, нет, и прямо, ой, нет, я уже вру, ну, нет, покажите, да, да, вот, так удаляю, и так, боже мой, боже мой, почему я не знал? То есть попросил вас удалить фотографию? Ну, да, ну, как бы, я считаю, он имеет на это право, да, тем более, как бы там, хоть его и не было видно, но вот, это был мой первый такой эпизод, где я был приятно удивлен, с кем я в одной сцене, и следом, через, вот, месяца три, я попал на одну из главных ролей в детективный сериал «Статья 105», где я сыграл молодого детектива Капитана Костицына, и, да, тоже меня утвердили, как бы, тоже все так бывает, вот, стремительно, причем, я даже помню, мне прислали самопробы, я еще не хотел их снимать, только потому, что у меня не было времени, у меня в этот день был концерт на латвийском радио с группой, и я к нему готовился, это прямо в этот же день, бывает, присылает «Максим срочно сними», я такой, ну, у меня нет времени сейчас, сними, я такой, ладно, я так быстро снял, причем без партнера, сам с собой, потому что не было времени, и утвердили, я думаю, боже мой, вот тот случай, вот случай, и, и что было забавно, и, боже, я так был удивлен, когда я уже приехал на площадку, на съемку, вдруг оказалось, что главная героиня, Яна Крайнова, она из Латвии, то есть, она уже давно выучилась в Москве, она из Юрмалы, и мы такие, боже, как это возможно, что мы… Динамический хаос, говорят, называется так. Да, и мы все время шутили, как чуть что мы начинали говорить на латышском, все такие, так, так, прекратите вот это, там, на своем языке, пожалуйста, потому что всем неприятно, потому что они не понимают, договорщики, о чем она, и почему мы говорим, да, но это был, это был, откровенно говоря, очень сложный опыт, потому что, хоть и до этого у меня уже был опыт, потому, как меня, я уже шучу, я интернациональный актер, потому что снимался и в Киеве, и в американском фильме, только в Латвии не снимался, что смешно, вот, и, как бы я летал когда-то на съемки в Киев, но то ли потому, что это было два года назад, я был моложе, и было проще, но здесь было очень сложно, потому что за один месяц надо было совместить, да, и спектакли, и репетиции этого рождественского концерта, безумно благодарен театру, Сергею Анатольевичу Гламазову, и Дане Бьерк, что они вот позволили мне это совместить, потому что могли и не отпустить, потому что максимум у тебя спектакли и репетиции, но я пообещал, что не отразится ничто ни на чем, поэтому да, после съемок в ночь я там доучивал тексты, повторял, прилетал рано утром, шел сразу на репетицию, с репетиции на спектакль, бывало не успевая, заезжая даже домой, хотя я уже в своей стране, я сразу в аэропорте на съемки обратно, и такой сложный график, хотя с другой стороны все говорят, ну это же здорово, я говорю, да, это безусловно здорово, просто главное, чтобы хватало здравия и здоровья, в этом смысле, потому что когда мало спишь, много перелетов, много информации, ты так, давай держись, ты же этого хотел, ты же хотел этого бусил, да, давай. Мы сейчас небольшой перерыв сделаем, потом вернемся и продолжим, оставайтесь с нами. Продолжается программа «Личное утро», Максим Бусил, актер театра имени Михаила Чехова, нашего Лишеского, и актер театра кино, телевизионных спектаклей, и много проектов, почему в Латвии все-таки не снимают, вот сразу продолжение темы, что случилось, почему все-таки, вот нету пророк в своем отечестве, почему, вроде сейчас столько проектов у нас. Не, в Латвии снимают, в Латвии-то снимают, просто я не латыш, и все этим как бы, начинается и заканчивается, и я уже как бы даже уже, да, не знаю, не реагирую, не обижаюсь, потому что, ну я понимаю, здесь свои актеры латышские, я хоть и могу на латышском говорить, вроде бы на нем разговариваю, но я понимаю, что я не говорю с той правдоподобностью на том... Так, чтобы верили. Ну да, чтобы без акцента, понятное дело, что у меня есть акцент, хотя, опять же, когда я прохожу, ну я вот какие-то кастинги на английском прохожу, забавнее, что мне говорят, о, у вас такой хороший английский. Ну вы же играли продюсера. Ну да, может быть потому, у меня такой уже выработанный акцент, ну да, ну даже недавно вот, самому приятно, и как бы с этим приятно поделиться, что там кастинг был на Нетфликс, даже прошел по турам вперед, но меня не утвердили, поэтому об этом можно сказать, и как бы, ну даже приятно, что я там понравился, что меня еще смотрели, смотрели, говорили, о, такой хороший английский. Я сижу и думаю, так интересно, у меня такой хороший английский, ну хотя это да, я специально им занимался, у меня вот моя крутая педагог, просто я ей безумно благодарен, ну я хожу в частном, на английский ходил сейчас, и ну да, забавно, что английский хороший, а латышский, ну так, нормальный. Вот поэтому не берут, хотя я приходил на кастинги тоже, вот к хорошим режиссерам здесь, и они вроде бы смотрят, и вроде бы все окей, нравится, ну да, следующий вопрос, как бы, ну да, вот акцент, надо что-то подумать, ну я как бы сразу понимаю, что я не виню их, просто задумываешься, так обидно, что тут как бы снимаешься там, 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 а тут как бы пока нет, ну значит пока нет судьба. Вы, кстати, говорили, что хотели бы сыграть, ну классически, наверное, Гамлета, и не классически Треплева из «Чайки». Да, не классически. Ну, в плане того, что, наверное, это выбор такой редкий, потому что не часто от актеров можно услышать о том, что они хотели бы вот сыграть, скажем, ну вот, Константин Треплева, я лично слышала от вас только впервые. Ну да, интересно, да, мне казалось, это король. Не-не-не, мне-не-не. Почему, кстати, именно он, и чем он с вами созвучен, может быть? Ну, он там пишет, вот это, он пытается вот создать спектакль, то есть в нем художник такой, и мне безумно нравится этот, просто я люблю этот контрапункт, и вот этот момент, когда он с этой чайкой кровавой признается в любви, и это так как-то, красиво, и в то же время так, так прям жестко, брутально, ну, какая вот кровавая чайка, хотя опять же все режиссеры, конечно же, там по-разному ставят, не факт, что так прямолинейно должно быть кровавая чайка, это, ну, мне как-то вот, мне нравится вот это выворачивание души, вот это откровение, потому в этом смысле я созвучен с задачами, с помыслами, движениями Сергея Анатольевича Голомазова, возможно, потому что ему, какому мне нравится, вот этот термин, который я от него узнал, душевный стриптиз, что у актера на сцене должен он произойти, вот это откровение, потому что вот, да, я с ним очень согласен, когда уже, он говорит, тошно, когда в театре происходит театр, ну, когда актеры выходят на сцену и играют, когда все играют, играют, и в этом смысле время такое жестокое, что как бы, не понятно, есть жанр, есть стилистика, есть там фарс, комедия, где нужна игра, маска, все такое, но мне нравится, что он, какой бы жанр у него ни был, он старается, чтобы у каждого героя был момент откровения, и потом он выбирает такие пьесы, вот Канкун из последних его постановок, потрясающая работа, когда я вот смотрю, и я знаю, и Фетчина, и Ольгу Никулину, и Родиону, и Нику Плотникову, они вчетвером там играют, уже давно их знаю, но все равно настаёт момент откровения, и я так, я так отключаюсь, так прям вау, и ты сидишь и смотришь, и думаешь, это он сейчас интересно о своем, о чем-то настоящем, наболевшем, либо все-таки это так, он сыграл, и вот это самое здоровое, когда ты настолько проникаешься и веришь. Вы, кстати, сказали, что режиссёры по-разному ставят, упомянув окровавленную чайку, что это может быть всё иначе, вот о прочтениях, как на ваш взгляд, современные прочтения этих или иных классических произведений, как вы относитесь к этому? Я отношусь к этому хорошо, если это, потому это и сложно, ну я отношусь к этому хорошо, когда это максимально оправдано, потому что самое сложное поставить классику современной интерпретации так, чтобы она не потеряла заложенные сути авторам, когда это было написано много лет назад, потому говоря, то есть, не знаю, примитивный пример Ромео, Джульетта, ну это удачно получилось, например, вот в киноверсии из Ди Каприо у База Лурмана, мне очень нравится этот режиссёр, кинорежиссёр, и он вот там всё сплелось, современное, но не теряя ценностей, нравов, потому что сегодня время такое, когда ценности, они все гуляют, и когда Ромео, Джульетта в то время, они побежали венчаться, ну то есть, сегодня это не так сложно, заплатили денег, поженились, и вот когда переносит в наши дни, чтобы, ну пьеса может порой, она часто не работает при современных... Можно адаптироваться просто в современных условиях? Да, потому что, да, современные условия порой не позволяют, и потому правильно тот же Тростенецкий, это счастье, что сейчас есть такая возможность, ну правда, неполноценно, пока на его репетиции хожу, он будет ставить «Братья Карамазовы», и, ну, огромное счастье с ним работать, потому что, несмотря на то, какой он динодавр в прекрасном смысле этого слова, он так и говорит, ребята, говорите мне вот современными вот вашими, ну, вашими параллелями из жизни, только тогда вы сможете это сыграть, и он прав, потому что, опять же, ценности того времени, вот так же, как мы ставили Муму, вот, кстати, яркий пример, да, мы все смеялись, в распределении написано «Бусил Герасим», ну какой из меня Герасим? Мы думали, ну-ка, это шутка, ну придем, поймем, я первый вопрос задал режиссеру, и я такие вопросы, опять же, вот говоря о наглости, я как молодой актер все еще, я, ну, не спрашиваю ничего лишнего, я стараюсь понять режиссера и услышать, но придя, я так сразу спросил, Кайриш, ну почему я, Герасим, ну в чем тут подвох? Ну, и он ответил, мне было приятно, что он хочет раскрыть тему в Муму, опять же, потому спектакль в Муму состоялся, хотя вот он и современный, интерпретирован по-современному, потому что, как бы главная тема там, крепостное право, о том, как вот русский человек прямо на подсознательном уровне, в рабстве, и как все было вокруг рабства там, и как все прислуживали, и потому никто даже не мог подумать о том, что он хочет, и вот эту тему можно много развивать, я сам пытался во время репетиции заставить себя вот подумать, вот Максим, вообразив, что ты, ты даже подумать, не то чтобы сделать там, вот я хочу выпить чай, ты даже подумать, у тебя даже не зарождается мысль о том, что я хочу так, нету вот этого, я хочу, я вот думаю, любому из нас сегодня сложно это, потому что мы делаем, но стараемся, что я хочу хотя бы в минимальных случаях, и потому Кайриш эту тему, он не настолько максимально ее раскрывал, он ее обуславливал, она есть, но он раскрывал тему души человека, что вот можно было бы сегодня передать и преподнести, потому что я воплощал образ души Герасима, потому что этот огромный, мощный, здоровый мужик, который по сути мог бы кого угодно уже угрохать и никому не прислушивать, но это в том-то вот это абсурд, продокс, душа ребенка, да, что у него душа ребенка, которая любит, хочет, и потому когда, грубо говоря, Герасим идет мыть полы, потому что надо, то душа Герасима идет мыть Татьяну, грубо говоря, которую он любит, и вот это, и потому спектакль сработал, потому что это откликается, это не теряет замысла автора. Но это резонирует с ним. Да, да, то есть это как бы одна из ветвь, которую автор внес, и в то же время откликается и сегодня, потому что, ну, мы часто подневольны. И также Тростенецкий, репетируя братьев Галамазовых, Галамазовых. Ну вот. Это даже у меня тоже шутка, братья Галамазовых, мы уже шутим, братья Галамазовых, боже мой, мы реально шутим, братья Галамазовых, потому что случайно все время, братья Карамазовых, репетируем братья Карамазовых, Тростенецкий говорит, что находите параллель Когда вы любили, когда вы предавали И потому, да, когда мы докапываемся Мы все такие просто Вчера даже я был между репетитами с Настахшевым Был на репетиции с Тростенецким Я такой немножко обессиленный сидел Как зритель Но было приятно видеть, как все Да, вот, потому и все просто Мы вскакиваем, все там 15 человек до репетиций Вот почему он это написал Это было так И ты сразу, я так смотрю, боже, как это прекрасно Потому что театр живет, театр пыхтит В хорошем смысле этого слова Потому безумно уже интересно тоже Когда вот и репетиты там продолжатся Потому что очень важно Это вот все пыхтит Все и дышит в том смысле, когда это актуально Когда ты понимаешь это И когда в тебе это отзывается Ну вот о свободе вы сказали И, кстати, новый спектакль Кирилла Серебренникова Который приехал в Ригу, вызвал большой резонанс И вы уже были в зрительном зале И уже за эфиром Мы успели немного нам прокомментировать Ну вот в целом о ваших впечатлениях Свобода и, кстати, что касается нравов О чем вы тоже говорили Да, нравов, нравственности Ой, да, кстати, та же тема И в братьях Карамазовых Мы сейчас обсуждаем Что такое свобода Потому что человек может себе позволить Дозволить Это ли есть свобода? Ну да, и это вопрос вечный Сегодня тоже Сегодня все понятия по мне так стерты У каждого своя свобода Для кого-то является свобода себе дать один выходной в неделю У меня так, например, да Это уже таково Вот это уже какая-то свобода А для кого-то свобода Как вот у Кирилла Серебренникова И вот, да, я очень Я говорю, я глобально Я не берусь и не хочу Я вообще не люблю осуждать Вот встань сначала На место этого человека Сначала добейся Всех тех же побед Которые были у него Потому что я видел Не один спектакль у Кирилла Серебренникова И мне нравились они всегда Потому что в этом всегда Помимо смелости Честности Всегда есть Ну то, что западает То, что ты понимаешь и видишь Полет Маргариты У меня какое-то ощущение Вот этого свободы Вот, да, что можно все И Кирилла Серебренникова В этом смысле Я лично не знаю Я всегда себе беру задачу Пытаюсь понять Это как актерская задача Кого бы ты ни играл Плохого, хорошего Да нет, плохого, хорошего Есть люди То есть быть адвокатом нужно Этого героя, персонажа Я считаю, да В плане актера обязательно Иначе ты не сыграешь его Если ты максимально не поймешь Не простишь, не примешь Не полюбишь Не полюбишь, тем более И поэтому у меня эта задача Невольно даже появляется Даже злодея играю Да, безусловно Даже если ты Федор Карамазов Тем более, да Потому что у всех есть Своя боль, своя трагедия Почему, от чего? Ну, Федор Карамазов, да Это, конечно, да Это тоже верно сказано Потому что там Там все пороки, конечно Безусловно Но надо найти Надо найти момент сопереживания И момент соболезнования В чем-то И, ну, вот это и есть Принятие и понятие И понимание И касательно Кирилла Знаю, что Как он долго был Ну, у него с этого и начинается Этот спектакль Как он сидел По домашнему аресту Да, под домашним арестом И, да, и потом Вот когда вот это знакомство Его с фотографом Этим, конечно, некоторые Даже не поняли сюжета Но я как-то понял Что вот этот фотограф Который там потом Покончил с самоубийством И вот, да И весь вот этот Трэш, наверное Который, кстати Это воспроизведение Ведь это его фотографии Этого фотографа Да, 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 да И весь этот трэш Который происходил У Серебренникова В период Пока он был В заперти Скажем так И у этого фотографа Ну, вот это его Такое видение Это его И он Вот я даже вижу В этом Вот, опять же Насколько я способен Понять Потому он Имеет на это право После всего случившегося Да, грубо говоря Наверное, и написать на пол Насколько он Зол и обижен В то же время На этот мир И несправедливость И вот это И в то же время Он не теряет красоты Потому что Что бы там ни было Для меня это была Самая вот красивая сцена Когда вот эти все Обнаженные тела Потому что Ну, красивые молодые тела И когда они с цветами Потому что Ну, красивый образ Такого, как бы Чистого, невинного И вот все тела эти И цветы Это было красиво Вот по мне так Да Весь перебор С этим писанием на пол Но опять же Ну, право художника Я как-то привык На это смотреть Отстраненно По-брехтовски И потом некоторые Там прям плюются Прям что-то Я как-то смотрел На самом деле Очень спокойно И потому У меня было уже Немножко сложно Когда я выходил Со спектакля Оказалось много знакомых Неудивительно Вся элита театральная Не только там была И все меня видели Ну, как тебе? Говорю, ну, хорошо Ну, хорошо И все так, типа Видя мое Грубо говоря Нейтральное равнодушие Да, да, да Потому что я как бы Я не хочу Эмоционировать Не хочу эмоционировать На этот повод Мне это интересно Я могу точно сказать Мне интересно Мне все интересно Как плохой театр Так и хороший театр Потому что Мы люди Мы такие Мы же, блин Познаем все В сравнении Хочешь, не хочешь И потому Мне лично любопытно Видеть и знать все Чтобы напитывать себя этим И уметь просто фильтровать Что мое Что не мое Что я считаю хорошо Что нет Чтобы все-таки Свое у меня не оставалось И потому Такое мне было любопытно Не знаю Пошел ли бы я на это второй раз Но Мне это было интересно И я в этом понимал Почему И зачем Так что Мне это все было любопытно У вас есть какие-то Красные линии По поводу того Чтобы играть с обнаженным Следующий вопрос Который мне все задавали После этого спектакля Вот Максим Представь Тебе говорят Максим Срочно тут замену В этом спектакле Голом пошел бы Я понимаю Что я не знаю Я просто не знаю И именно потому Наверное я бы и пошел Чтобы себя понять И проверить Потому что Ну это не Абык Это Серебренников То есть Тут не страшно Попробовать Обнажиться Но такого опыта На сцене Ну не Максим Были только Трущики В которых я там Скакал ангелов На сцене Но опять же Даже там я помню Учитывая Что у меня есть Свои определенные Комплексы Касательно того Чтобы раздеться Просто там На людях То на сцене У меня их нету Потому что Это не я В то же время Это мой образ И потому Это образ персонажа Который я воплощаю И потому да Я помню Что даже Когда я был Такой дрыщавый Помню В двух джентльменах Из Вероны Я там Этим ангелом Смешливым Скакал Спокойно Ничего не стесняясь Хотя Не могу сказать Что я такой Раскованный В плане А может ли вообще Актер быть застенчивым Я считаю Вот опять же Есть актер На сцене А есть актер в жизни Да Меня обижает Когда я Приходил в компании Какие-то У меня такое было И узнавали Ну когда еще не знали Что там я актер Так тут уже Куда не приду Не удивишь никого О ты актер Ну расскажи что-нибудь Типа Ну ты сыграешь что-нибудь Прямо сейчас А что ты такой Что ты такой тихий Что ты такой застенчивый И меня это обижало Потому что такое ощущение Что я не человек Ну я в жизни Я такой человек Я вот Я не буду там Эээ Там типа давайте Я актер по жизни Нет У меня такого нет Я У меня как бы Автоматически включается Разумный Режим энергосбережения Потому что Вот приходя на сцену Да вот там у меня Противоположность Поэтому мне даже нравилось Что были такие случаи Когда я знакомился Там с девушками С людьми Вне профессии Они меня не знали В профессии Я не еще помню Так Я такое чаще всего Именно особенно Если дело выходного Одного дня Я такой Такой В таком Выключенном режиме Спокойном И они не понимают Не очень Потому что да Я могу даже там Говорить невнятно Тихонько И такой быть Амебным А потом приходя на мой спектакль Они в катарсисе В восторге И мне это приятно Потому что они видят Другого человека Да И на сцене А на сцене у меня нет границ Я даже Ну и потому бывает И заболеваешь Потому что я вот Даже вот бывает Приболевший Прихожу И думаешь Так ну Максим Ну как-то побереги себя что ли А потом понимаю Ну что я говорю Я знаю что Я выйду на сцену Я забуду об этом всем Потому что этот Максим Который там болеет Который там болит колено Еще что-то Он все равно Волей-неволей Он останется за кулисами Я не могу Выйдя на сцену Ну не работать В хорошем смысле Этого слова Я Мне Мне потому и нравится Эта профессия Что выходя на сцену Я наслаждаюсь Жизнью этого персонажа Наслаждаюсь Этой энергии Которая начинает происходить Которая откуда-то В тебя вселяется И потому Сцена в этом смысле Лечит И что бы ни происходило Я на сцене делаю Все по максимуму А потом да Выходя со сцены Думаю А ну вот Ну там Сел голос А ну болит это Ну окей Ну ничего И мне не жалко Потому что это стоило того Ну если говорить о том Что когда ты там болеешь Тебе надо в болезненном состоянии Выходить на сцену Какая-то все-таки часть Того Максима Который остается За кулисами С насморком Она остается Есть в вас на сцене Потому что Несмотря на все эти Слои образов Все-таки Вы играете Что есть от меня самого Это безусловно Личность Потому опять же Тут безусловно Согласен и с Тростенецким И с Голомазовым И со всеми режиссерами Потому что Это нельзя отбирать Интересно смотреть Не на какого-то там Гамлета А на Гамлета Бусила Потому что Гамлет Там Не знаю Блин Пупкина Будет уже другой Потому что Личность Да Есть разная личность И именно даже Порой интересно Когда там Насморк Не насморк Очень важно Тут ты проверяешь Свой профессионализм Как я считаю Уметь себя Слышать здесь И сейчас Потому что Бывают периоды Когда там Я особо возбудимый Особо нервный Поэтому я знаю Так Максим Выходишь на сцену Так у тебя уже Такой нерв на пределе Потому что Такой ритм жизни Поэтому как бы С этим все в порядке Просто там Не забывай о мысли Грубо говоря Вот я себе говорю А бывает наоборот Когда Там ты такой уставший Либо наоборот Так сильно отдохнул Что сложно включить Какой-то нерв То понимаешь Так Ну Максим Разомнись Подготовься И поэтому Все время Максим разный Все время Потому и тот же Девятисотый Разный И разный Фредди С прекрасной леди Потому что Все время Надо уметь Себя слышать Себя Максим А вот этот момент Когда ощущаешь Себя действительно Демиургом Ну то есть Вот тот момент Когда Раскрываешься И слышно Когда летит Муха в зрительном зале Ну вот этот вот момент Когда актер чувствует Власть над залом Что он может сейчас Сказать Рыдайте И вот Публика будет рыдать А ну да Прямо такая задача Рыдайте У меня Ну грубо говоря Да У меня этот контроль Как бы контроль В хорошем смысле Этого слова Ну да Я не говорю Что прямо Сейчас вот Публика зарыдает Вот я знаю Что вот я ее держу Так вот за год Не, ну я понимаю Что да Вот опять же В девятисотом Это самый яркий пример Потому что там Мой главный партнер Помимо Улдаса Мархилевича Моего пианиста Это зритель Потому что Я им рассказываю С ними общаюсь И да Там этот момент есть Когда Ну да Признаться Это счастливые моменты Жизни Даже не буду отрицать Потому что Когда я с ними Разговариваю Со зрителем Особенно касательно Второй уже Драматической части Спектакля Вот эти В этих паузах В которых я Я люблю тишину В которых я вслушиваюсь В их глаза И они Слушиваются В мои глаза В этих паузах Происходит самое многое В то же время Конечно нельзя там Типа Взять махатовские паузы Ими за Как бы Надо уметь чувствовать Опять же Бывает когда Нету таких пауз Потому что я чувствую Что Ну либо Я что-то Не так веду И зритель За мной Так не идет То есть да Все время Прислушиваться К этому Это тоже То же самое Есть контроль Когда ты понимаешь Как строится диалог Он строится Либо не строится Со зрителем И ну чаще всего Слава богу Он строится И потому да Эти паузы Ты чувствуешь Да Вот эту прекрасность Того что Вот твоя минутка Делать как Как тебя вот ведет Вольно Свободно Да Вот это Свобода Да Вот это кстати Я для себя тоже Называю свободой Тоже верно Юмористический актер Юрий Стоянов Был на студии Он сказал что Ему как диабетику Сахар Противопоказаны комплименты Что касается Комплиментов В отношении вас Любите их слушать? Ну да Это бывает сложно Потому что У меня такой характер Я начинаю работать 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 Бывает уграмотно Люди говорят Так комплименты Что я в них слушаюсь Потому что в них Я слышу критику И критику Это тоже бывает сложно Слышать Ты как ежик Думаешь внутренне Что ты считаешь Это было плохо? Ну ладно А в то же время Я могу так отреагировать Но я в любом случае Это услышу И мне это будет Эффективнее и приятнее Но порой важно Слышать даже Комплименты Слов такие опасные Важно слышать Порой подтверждение Того Что поддержку Вот поддержку То что Бывает Репетируешь Репетируешь Как последние репетиции У меня Влас что-то Не говорит Не говорит Такой Влас все в порядке Нет все в порядке Потому что все в порядке Это уже комплименты Все на верном пути На верном рейсе Вот поэтому Подтверждение для вас Важно слышать Каких-то авторитет Иногда Да Порой Когда ты все время Делаешь И нет ничего Никакой Реакции Потому что Зритель есть реакция Когда там Долгий период репетиции Ничего не говорят Тогда что-то Либо в порядке Либо плохо Поэтому Важно слышать А комплименты Они приятные Но просто порой Вы такой прекрасный Так хорошо Вы такой классный Так супер Говорю ну спасибо Ну я понимаю Что они как бы Мне ну Ничего не дали Хотя это безусловно Приятно Поэтому мне В то же время Приятно и слышать Когда говорят Как-то такие комплименты В которых какая-то Бывает Говорят так что Прям о Прям вот это Мне важно было Это услышать Спасибо Попали прям Нам было очень важно Услышать Вас сегодня Да Максима Бусила Завтра Приходите на премьеру Это я уже к нашим слушателям Пять песен по памяти Где Максим Бусил будет петь Спасибо большое Личное утро Анна Смирнова Олег Пек Да Всего доброго Спасибо Утро на Болткоме